Девушки отдыхают На самом деле, вот прям очень много кайтеров уже этим пользуются. Ну, как-то так сложилось, это реально, ну, такой фольклор. Так говорят, поза срущей чайки звучит грубо, но очень круто иллюстрирует ту позу, в которой мы часто оказываемся при катании на кайте. Это когда таз назад, плечи поданы вперед. И очень распространенное мнение, можно сказать, распространенный миф в кайтбординге, что поза срущей чайки – это не круто, это плохо выглядит. И что профессионалы так никогда не катаются, всегда катаются с прямой спиной, как в виндсерфинге, поза прямой семерки, там есть такой термин. Коротко сказать, если коротко сказать, то это не так. Вот прям сейчас можете открыть любое видео крутого перца на ютюбе, где парни прыгают супер трюки на больших скоростях. При заходе на трюк, посмотрите, все едут в этой позе. Итак, давайте разбираться. Особенно важно это почему. Потому что завтра я собираюсь снять вторую серию про прыжки с переводом кайта. Нам нужен будет этот термин, вы должны знать, о чем речь вообще. И вообще давно во мне это зрело. Почему? Потому что ко мне приезжает много людей на тренировки, и мы очень много времени тратим на то, чтобы снова научиться кататься в этой позе. Как ни странно, то есть реально очень такое большое осуждение, видимо. Я не знаю, как еще объяснить. Ну в общем, многие инструктора учат, что это не круто, и вот прям заучивают, что ни в коем случае не скруглять спину и прочее. И вот мы заново этому учимся. Ну представьте, приезжает человек, и я ему всю неделю по рации говорю, ну давай, Серега, давай там, или Вася, по засрущей чайке. Давайте разбираться. Это реально классный, классный, классный нюанс. Вы должны об этом знать, я уверен. Итак, сейчас я надену свою трапецию и покажу вам, в чем суть, в чем прикол. Все, немножко в пыли после прошлой каталки, катались на диком споте. Я, прошу прощения, не успел, не смог все очистить. Итак, вот посмотрите, даже просто механически, как это все выглядит. Даже просто механически, как это все выглядит. Если нам нужно, например, сильно зарезаться или сбрасывать спорт. Две ситуации. То есть, мы едем быстро, и нам нужно держать курс. Им ли мы едем слишком быстро, или пришел порыв, нам надо замедляться. Нам для этого нужно как можно сильнее поставить доску на ребро. То есть, мы отводим таз в жопу назад, автоматически загружая пятки. Доска как бы сама на ребро становится. То есть, чем сильнее таз назад, практически мы как бы садимся на воду, тем сильнее доска будет становиться на ребро. Подумайте об этом, это прям круто. И при этом нужно отпускать планку. Потому что, если мы будем ее затягивать, тяга нарастает, и либо кайт нас будет стаскивать вниз по ветру, либо скорость будет расти. Не то, не то нам вроде бы не надо в этих ситуациях. То есть, это отдельный такой диапазон ситуации. Диапазон скоростей, скажем. То есть, у нас получается вот такая поза. Плечи наклонены вперед, чтобы планку немножко отпускать. Таз отведен назад. Плюс в чем фишка? Когда плечи наклонены вперед, мы как бы больше веса проецируем именно на доску. То есть, отклоняться назад, мы повисаем на трапеции, как бы на наш кайт переносим часть веса. С доски на кайт. То есть, мы повисаем на кайте, доска немножко разгружается, теряет сцепление. То есть, в те моменты, когда нам нужно сильно зарезаться или замедляться, например, при заходе на трюк, нам нужна максимальная зарезка, чтобы держать курс. Вот такая поза получается. То есть, мы едем быстро и держим курс. Это вот сразу вот эта позиция. Поза с ручей чайки, да? При просто, при быстрой езде, например. Вы посмотрите на гонщиков. Там прям видно капец. Они все едут вот так, чтобы максимально вес был над доской. Максимально держать острый угол против ветра. Максимально острый угол против ветра держать. То есть, они все едут вот так. Посмотрите, это реально прикольно. Вот. Фристайлеры при заходе на трюк. Ну и просто, если вы разгонитесь, если не ехать вниз по ветру, вот невозможно ехать вот так красиво, с прямым телом. Вы будете сливаться. То есть, если вы быстро едете, это по-любому поза с ручей чайки. Если много ветра, то же самое, что много скорости. Поза с ручей чайки. Вот. Так что, знайте. Умейте этим пользоваться. Не надо как бы этого стыдиться. Потому что у многих доходит до каких-то странных ситуаций, опасных. Например, на старте. Вот. Просто поднять кайт на берегу. Все стараются вот так прямой спиной стоять. И смотрите, тут невозможно держать планку не на полной тяге. То есть, как только я выпрямил спину и немножко вот ушел в баланс. То есть, меня тянет кайт. Я немножко сбалансировался. Отвел плечи назад. Планка затянута на полную. Полная тяга. То есть, на старте нас кайт тянет в полную тягу. Это вот опасно. То есть, на старте. Вот. Старт на берегу. Просто подъем кайта на берегу. Это вот лучше такая позиция. Ну, во-первых, более устойчиво. Если вдруг скользкая поверхность под вами. Грязь какая-нибудь. Ил. Вот. Так более устойчиво. Раз. Во-вторых, вы можете сбросить всю тягу. То есть, отвести планку до конца от себя. Ну, на минимальной тяге поднимать кайт. Вот. При заходе на прыжок, когда мы хорошо разогнались и нам нужно держать курс, тоже вот такая будет у вас позиция. Ну, вот завтра я про прыжки буду снимать и буду опять об этом говорить. Получается, знаете, такая немножко подмена причины и следствия. То есть, профессионалы, они, как говорят, нельзя ездить в позе сручей чайки, потому что ты теряешь контроль. Мол, если ты вот в такой позе едешь, это потеря контроля, а если вот так будешь ехать, то будет больше контроля. А на самом деле происходит как? Если, ну вот новички, им сложно контролировать скорость, их часто разгоняет. Если ты еще не умеешь контролировать скорость, тебя часто разгоняет, и там, хочешь не хочешь, ты по-любому окажешься в позе сручей чайки. То есть, это как бы следствие потери контроля. А если ты круто катаешься, ты можешь всегда оставаться вот в этом комфортном диапазоне скорости, то есть, не быстро ехать. И тогда действительно можно держать планку поближе и ехать в расслабленном таком состоянии с прямой спиной. То есть, это как бы следствие хорошего контроля скорости, а не причина. Мол, если ты хорошую стойку держишь, то контроля будет больше. Вот еще, наверное, об этом стоит помнить. То есть, если вы начинаете кататься и просто еще недостаточно навыка, ну, чтобы всегда оставаться в этом комфортном диапазоне скорости. Ну, то есть, пришел порыв, не успели среагировать, вас разогнало. Это нормально. И нормально после этого оказаться в позе сручей чайки, чуть сбавить скорость или проехаться просто, чтобы вас не сносило вниз по ветру. Вот в такой поезде. Ничего страшного. Если вы просто замедлитесь до нормальной скорости, до средней, вы сможете выпрямить спину. Опять же, если у вас есть задача, например, сделать красивую фотографию, ну, то есть, чтобы все пацки заценили, девчонки, вот если вам нужна такая фотография, просто ставите кайт чуть выше, замедляетесь до какой-то скорости, средней, ниже среднего, и у вас получается такая позиция. Там уже можно действительно обкинуть плечи и ехать спокойно. То есть, если есть эта задача. Но на самом деле, вот посмотрите, вот действительно понаблюдайте за теми круто катающимися парнями, которые вам говорят о том, что вот так кататься не круто. Просто понаблюдайте, какой процент времени они катаются в этой позе. Дофига. Вот дофига часто. То есть, между прыжками, да, вот когда едешь, отдыхаешь, ты прыгнул, приземлился и поехал, вот чтобы немножко перевести дыхание. Замедлился и потихоньку едешь, отдыхаешь, возвращаешься выше по ветру и переводишь дух. Там действительно можно проехаться вот так. Потом на заходе на новый прыжок, опять разгон, поза срущей чайки, завод кайфа и погнали. Вот. То есть, это нормально, знайте об этом, умейте, пожалуйста, пользоваться и, ну вот, постарайтесь разобраться, вот как устроена система, да, то есть, как все работает. Наблюдайте и анализируйте. Я вам постараюсь в этом помогать. Ждем, я сам жду выхода новой серии. и надеюсь, вам нравятся эти кайт-видео так же, как и мне. И до новых встреч! Йоу! Класс! Класс!